Индустриальный парк Нарын-Сес-Кашкар-Сес. Именно здесь в скором времени возведут сразу четыре новых завода. Автосборочный, по производству светодиодных ламп, предприятие по выпуску туалетной бумаги и салфеток, а также начнется производство дронов для сельского хозяйства. Капсулу под их строительство заложил глава Кабмина Аклбек Джапаров. Отмечается, что в проекты привлечены миллионы инвестиций и создано более полутора тысяч рабочих мест. Ну и как итог, открытие подобных предприятий даст толчок к развитию целого региона. В столетию образования Харахаргыской автономной области, ко дню независимости, страны было открыто 128 объектов. А к 14 октября, к дате образования Харахаргыской автономной области, введено еще 45 объектов. До конца года планируется открыть еще 100 объектов. Большинство открытых предприятий производственные, в том числе компания Нарын Мото, в Международном торгово-логистическом центре Адбаши, завод по производству гвоздей и другие предприятия. И действительно, этот год можно назвать годом вековых достижений. Об этом говорят цифры и количество строящихся объектов, в том числе социально значимых. Построили более 100 школ, открыли 200 домашних детских садов, 300 краткосрочных, а еще больницы, спортивные центры, домокультуры, ввели в эксплуатацию новые энергетические мощности. Приобретены тысячи единиц спецтехники, проведена административно-территориальная реформа. Все это, конечно же, работа не одного года, но позволило планы воплотить в жизнь выравнивание экономики и ее стабильный рост. Как раз таки о показателях на уходящей неделе говорил глава Кабмина во время торжественного мероприятия, посвященное столетнему юбилею Министерства экономики. Одним из самых ярких свидетельств наших достижений становится стремительный рост экспорта услуг, который показывает и подчеркивает, что наша страна уверенно шагает на рынки других стран. В 2023 году оборот внешней торговли услугами нашей страны составил почти 5,4 миллиарда долларов. По сравнению с 2022 годом увеличился почти в два раза. Мы видим, как Кыргызстан из маленького звена на мировой карте превращается в важный транспортный узел, связывающий страны и континенты. Мы смогли выстроить работу так, что ВВП страны в прошлом году превысил отметку в 1,2 триллиона сомов. В этом году показатели ВВП, думаю, достигнут более 1,5 триллиона сомов. За три года мы увеличили бюджет страны почти в 2,5-3 раза. Если консолидированный бюджет в 2020 году составлял 247,7 миллиарда сомов, то в 2024 год мы планируем достичь уровня более 660 миллиардов сомов. Нынешний экономический прорыв сравним с прыжком Барса, которого страна выбрала как символ экономического развития. Это подтверждают и международные аналитики. Секрет успеха прост. Упорство, трудолюбие и вера в свои силы. Мы доказали, что нам под силу невозможно. При этом важно помнить, что международные организации и крупные аналитические центры внимательно следят за развитием нашей экономики и дают свои оценки достигнутым результатам. Таким образом, глобальные игроки констатируют следующее. Согласно исследованиям Международного республиканского института США, 82% населения страны поддерживает курс, проводимый президентом нашей страны. Согласно справочнику Центрального разведывательного управления правительства США по странам мира, по итогам 2023 года Кыргызстан вошел в топ-30 стран по реальному темпу роста ВВП среди 220 стран мира. Согласно глобальному индексу мира, в 2024 году Кыргызстан совершил значительный прорыв, заняв 77 место в рейтинге из 163 стран мира, улучшив тем самым свое положение сразу на 24 позиции со 101 места в 2023 году. Это свидетельствует об укреплении национальной безопасности страны, установлении стабильности и безопасности наших граждан и уважаемых наших гостей-инвесторов. Отмечается и то, что сегодня Кыргызстан – это надежный партнер. В страну приходят инвесторы, реализуются долгосрочные проекты. Кумтор был встроен как основной двигатель, начали разрабатываться проекты, которые раньше не могли быть в такой правильной реализации, в планировке. Это 15-летние проекты, такие как «Железная дорога», «Камбарата-1». Пришли такие вещи, как научный подход в планировании экономического прогресса. И это очень важно, потому что многое в Кыргызстане зависит от внешних факторов. Это курс валют, наш экспортный потенциал, состояние экономик в соседних странах. И очень важно, что Кыргызстан сейчас нашел свое место в этой цепочке. Министерство экономики сегодня ключевое в правительственном составе, но так было не всегда. Сто лет назад была образована как областная плановая комиссия, затем уже преобразована в Госкомитет по развитию экономики. И только в 2004 году экономическая служба была выведена в отдельное министерство. Экономика демонстрирует устойчивый рост, опираясь на малый и средний бизнес, промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм. Минэкономики сегодня ставят амбициозные задачи. В преддверии столетия мы подошли с неплохими результатами. Средний рост нашей экономики составляет 7%. По итогам 9 месяцев рост экономики составил 8,4%. Растут практически все сектора. Нас радует рост промышленности, рост сферы услуг. Кроме того, в этом году очень хорошие показатели в сельском хозяйстве. Это результат работы, слаженной работы Кабинета министров. Это правильное направление, определены приоритеты президентам нашей страны. Это появление политической воли для проведения этих реформ. Мы провели ряд реформ как в сфере госуправления, это проведение административно-территориальной реформы. Это проведение бюджетно-фискальной политики, которая дает результат рост нашего бюджета в три раза. Сегодня широко обсуждается стратегия экономическое чудо 2030, которую также называют прыжок Барса. Она как раз таки и станет отправной точкой для трансформации нашей экономики на ближайшие десятилетия. Экономика Кыргызской республики за последние три года действительно сделала рывок большой. Тем более сейчас идет глобализация экономики во всем мировом экономическом пространстве. В этом экономическом пространстве наша Кыргызская республика занимает свое достойное место, я считаю так. За последние годы доходная часть нашего бюджета государственного выросла почти в три с половиной раза. Построено очень много объектов промышленного характера, очень сильно хорошо развивается агропромышленный комплекс Кыргызской республики. Малые и средние предприятия получили большую поддержку государственную. Если взять в социальном аспекте, то действительно увеличивается с каждым разом размер пенсий для пенсионеров, строятся большие школы. Республика переходит к масштабной индустриализации экономики. Поставлена задача каждый год запускать не менее ста промышленных объектов. А к 2030 году будут внедрять новые инструменты эффективного управления государственными активами. Будут привлечены инвестиции посредством современных платформ. Все это не просто слова, а результат слаженной командной работы под управлением главы государства. Выверенные шаги дают возможность на равных вести как внутреннюю, так и внешнюю политику. Развитие экономики делает страну сильной и финансово независимой. Надежда Усова, Умар Малашев, Аллато 24, итоги недели.